всем привет ребята с вами учимся king вот и будет интервью моего отца вся правда о комбате он комбате будет говорить вы не обращайте внимания потому что раньше у меня был канал комбат и его нету из-за многих нарушений правил которые меня подставили и был удален мой канал и много других каналов был удален но этот канал не будет удален он будет всегда так что не забываем подпишитесь ставьте лайки писать комментарии ну а мы переходим за уши на моего отца всем хорошего просмотра здравствуйте прямо сейчас о главных событиях республики с вами сергей захаров и вот главная тема выпуска всем привет с вами командового аппарата и мы сегодня берем интервью моего отца поехали здравствуйте можно у вас сейчас будет интервью взять да можно только не одеться надо сейчас я наверх рубашку один давайте тогда начнем и первый вопрос который подписчики задают никите как ваш канал мечтаю ну я не видел ну а шустрый больно было и вот в тот день мы привезли брус в комнате мы будем делать как раз и когда машина приехала я поехал по делам а дедушка его стал разгулять машину и Никиту загнали там чтобы он там не мешался а он взял и не спрощая маму дикаря вышел и как раз бревно развязали на машине и он в этот момент из-под машины вылез и одно бревно скатилось ему прям придавило прям по голове в песок хорошо хоть там песок щупал так вот я там приехал когда водитель говорит езжай срочно в республиканскую взрослую больницу его туда увезли и вот и там потом после этого начались наши все проблемы и восстановление Никиты считается как проходило лечение было сначала бессонная ночь у нас мы ему сделали компьютер сказали что у него повреждено основание черепа мы считаем не понимали кто это такое даже и множественные переломы лицевые у него были как сказать в общем как там врач объяснял что у него в мозгу внутри в голове кровотечение и чтобы восстановить нужно или просто скрыть черепную коробку и вытащить мозг и зашить или просто один случай то что перебязать сонную артерию и мы дали согласие приезжал врач Кодриков такой из детской больницы и вот ночью ждали как кино тогда помнишь ваги в коридоре и все и вот перевязали муниционную артерию у него состояние было тяжелым под аппаратом повезло что в первую ночь еще дежурил раньше его фамилии я не запомнил врача он не боялся экспериментировать и он прям у Никитиной мамы напрямую убрал кровь потому что одна группа крови и прям сразу вливал и когда Никите кровь вливали ему становилось это ну состояние немножко улучшало считай а второй день дежурила какая-то придурочная врачиха она вообще нас в шок вела сказала что что вы сюда ходите и он у вас уже не жилец у него там в голове каша там был удар такой сильный туда-сюда потом он был непростой мы же с косар вирусом враче как вы говорили выезжаете больше знакомых и нет больше знакомых и на следующий раз приезжаем это врачиха уже как-то плохо выходило понятно в общем какая сумма была потрачена на его реабилитацию на что какая сумма была потрачена на его реабилитацию это же невозможно считать реабилитация была годами это никто не считал эти деньги потому что только два раза жили в Питере по два-три месяца считай потом в Тулу ездили три раза или четыре и так еще сколько в Москву ездили с центра Скворцова там две это невозможно считать годы 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 а вы ранее могли представить какая жизнь у него будет в будущем нет единственное я помню когда его перевели он же попал в взрослую больницу там начал перегреваться аппарат который в воздух дает потому что он не рассчитан на детей был и его нужно было перевозить в детскую республиканскую больницу там целый консилиум на трех скорых его перевозили перевезли считай и вот когда там уже в реанимации детской больницы первый врач который там попался он сказал да держитесь если он выживет то лечение будет долгим долгим и долгим и это мы тогда не понимали что это такое считай как думал кино упал он Санта-Барбара тоже перелом основной черепа у Мэйсона был он лежал лежал и проснулся и пошел считай ну что же там без сознания лежал от Мэйсона Никита в общей сложности около трех месяцев без сознания пробовал ну вот после реабилитации вы с ним разговаривали как первый разговор происходил какой реабилитации реабилитация была всю жизнь можно сказать она же постоянно была после реанимации наверное ну да нет после реанимации он же не сразу открыл глаза и начал разговаривать он же сначала начал двигаться потом понимать нас немножко реагировать на нас ну и когда уже как бы уже маленько себя пришел врачи дежурило с ним считай а его потом из детства перевели уже когда уже отключили от аппарата это искусственное дыхание его перевезли уже специализированную в 17-ю больницу как раз где этот котик работал нейрохирург считай и вот там ему дали отдельно ну и ну что конечно врачи очень много нам помогали но вот есть конечно и такие нюансы были нехорошие когда его перевели в 17-ю больницу там для него были ну да как всегда в стране бывает для него должен был отдельный номер приготовлен бокс и мы там должны были уже с ним конец и дежурить всегда приниматься не пускают но как всегда его перевезли бокс не был готов они его еще не освободили и его положили на неделю в полицию опять в реанимацию в детскую вот эту полицию ну и мы всегда каждый день практически ходили с пакетами для врачей это сейчас батарейка садится сходили с пакетами для врачей и вот в этой детской реанимации в общем когда через неделю Никиту подняли мы были в шоке как они не меняли ему памперсы у него вся кожа слезла в паку считай тогда такой ну и в общем когда Никита начал в себя приходить первым делом он начал показать руками в туалет ну и потом как-то резко пошло улучшение нас выписали через месяц наверное и все ну считай он даже вставать начал я когда домой прихожу он стоит около стиральной машины держится но мы думали все улучшается а потом вот это пошла вот эта спастика ночная я считаю его скручивать начало даже лангетки специальные чтобы ноги не гнигнуло пластика у него сгибало даже и все начали мы лечение лечились с ним постоянно но это не проходило пару лет два года где-то наверное и нам посоветовали сначала была у нас надежда на все немецкие лекарства нормабралт циррабралт циррабралт я до сих пор запомнил это все это их не было в России и нам потом их из Германии привезли но нам сказали что это прям чудо и таблетки но никак не ничего не дали и таблетки и он потом нам проведали операцию сделать наши пересетки примите вот никого пресетки и мы поехали и в в в в в и около трех месяцев пока ждали операцию пока была сюда потом реабилитация сложная он после операции лежал 40 дней гипси завернутые две ноги на растяжке все так конечно все учились огонь и воду со мной прошел практически вновь встану уже вместе ездили и после питера ноги выпрямились и благодаря этому нормально на ноги наступает какого ваша реакция когда вы узнали что он снимает ролики на youtube там какую-то популярность набирает Ну, я честно скажу, я вообще далекий человек от интернета. Я еще, можно сказать, последний, ну, из макикарной. У меня даже интернет, вот это, когда что-то найти надо, и все. Я ни ролики никакие не смотрю. Ну, для меня это как-то это... Ну, понимаю, парень молодец, что-то. С одной стороны, как думают? Молодец, развивается сейчас. Все с интернетом, как бы, и кто зарабатывает, кто популярность на нем набирает. Что-то так надо держать, тем более вы ваше состояние, и это лишним не будет, считай. А так я, как сказать, далек от всяких этих блогов, роликов всяких. Ну, не мое это. Понятно. У вас, Никита говорил, еще есть сын и дочь. Почему они ни разу, в его съемках не было, в вашей семье? Ну, Данька же в армии служит. Откуда она ей... Вот, мы в разных городах теперь живем, по обстоятельствам теперь. А дочь, я не знаю, они что-нибудь... Никита взрослый, он должен сам ей предложить, наверное, что-то... Он же не предлагал ей. Хорошо. Как она будет там, если ей никто не предлагал? Ну да. Ну и давайте заключительный вопрос. Комбат Никитосик сможет осуществить свою мечту и переехать в другую страну, как он хочет. Ну, не знаю, я первый раз слышу, чтобы хоть в другую страну переехать. Какую страну-то? Ну, я уже давно гонял, или в Китай, или куда-нибудь, в обручную Китай. Не знаю, даже, что ей ответить. Я первый раз слышу про эту мечту. Ну, каждый человек сам может добиться, если чего-то. Все это человек зависит. Я в жизни тоже много чего мечтал, а в итоге, да, много чего не сделал, как сказать. Ладно, спасибо вам за интервью. Давай последний. Давай, Никит. Надеюсь, в следующий интервью не из Китая будешь брать. Да. Давай. А то и рыбу там жарю. Ладно, давай. До свидания. У Даньки, кстати, 5-го числа день рождения, если ты не помнишь. Я помню. Ну, давай. Ладно, давай. Пока. Такими были эти вести. Оставайтесь дома. Счастливо.